Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Продолжайте смотреть прохождение за ядерного Ганди Индуса, Seedmer Civilization 6 на последнем уровне сложности Божество. Подробности партии, челленджи, ограничения и прочее в первой серии. Те, кто с самого начала смотрят в курсе, что тут происходит для всех остальных, прям требую, перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну давайте, вырубаю, то есть мы тут готовимся к войне с Египтом. Кстати, Апу отвалилось, можно сказать, его и не трогать, можно сказать, оно само присоединится, а мне пойти на какой-нибудь Абидос вот туда сразу. Я думаю, так и надо будет поступить. Так, мне точно нужно... Знаете что, давайте я в Агре все-таки сначала Часовню Великого Магистра построю, а мне сколько осталось до корпусов? Нет, до корпусов далековато. Так что Часовню Великого Магистра... Ну все равно надо, наверное, построить, но можно пока не спеша. Мне кажется, мне вот этой армии апнутой хватит, мне такое ощущение. Пока не апаю, потому что... Так, вот это то, что у меня 3300, это... Мне навалит, у меня сейчас, по идее, должно где-то в районе тысячи быть, лично моих денег, я их не тратил. Так что мы будем считать, что мы тысячу где-то можем использовать. Давайте так вот потихоньку подходить. Я реально лучше пойду на Абидос. Этот ко мне и так присоединится город. Вообще, конечно, у Грузии столько апостолов. Уже 69. Блин, надо, наверное, все-таки с ними побороться здесь. У меня такое ощущение, что он не может... Ладно, в любом случае апостола давайте наймем. Посмотрим. Если будет плюс 20 к баталии, еще можно поставить эти карточки. Да, там плюс 4, вот это вот все. Подходим потихонечку. Я с этим апостолом пойду в нападение. Ждем карточки на апгрейд. Пока ничего не делаем. Так, здесь, наверное... Сколько у меня? Два заряда осталось, да? Ну, я бы здесь шахту сделал и потом этих овец обработал. Не перекупили у нас фес? Нет. Так, сейчас должно... Много науки. Ну, как много? 80. Нормальненько, нормальненько. Этого отводим лечить. Смотрите, одни дуболомы у Кореи. Не особо, конечно, юниты умеют... Компьютеры умеют апгрейдить свои юниты. Просто желательно, чтобы апостолы нападали на юниты, у которых меньше зарядов. Понимаете? О, блин, а здесь еще и... Грузия идет. Господи, Грузия... А сколько у Грузии в ход религии? Вообще, 356. 213. Короче, мы с арабом как-то грузины должны остановить. Надо реально с ним... Вот здесь его апостолов надо мочить. Потому что мы тут, блин, так сольем реально. Уже половина... Половина земли в православии. Так, вот здесь сделаю... Этот... Форт. И все станет... Зеба. Так, пойдем... Сахар обрабатывать. Продолжу пока строители. Я не очень понимаю, где мне здесь районы ставить и какие, главное. Ну, это ж мало. Плюс один. А строители нужны тут куча... Куча территории. Понимаете? Хорошо, лучше бы я это делал... Блин, я вообще хотел плюс два. Ладно. Чтобы я, конечно, делал это там, где Лянс сидит, но... К сожалению... К сожалению... Так. А где я в Хайдер-Абаде планировал кампус ставить, интересно? Ну, вот есть плюс два. А вот есть плюс четыре, кстати. Зашибись. А вообще тут... А где-то второй риф тут, что ли? Да. Ну, давайте... Давайте все-таки еще строителя сначала. И потом... Кампус. Буря мглою... Небо кроет. А что он так ко мне... Сильно так... Ну, да, у Египта, конечно, темный век. Все понятно. И мы обида с этим таким образом... Блин, 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 блин. Вот тут точно нельзя давать... Грузии... Нас... Убивать ми миссионеров. Так что мы отступим. А там у меня внизу... Астрономия значительно продвинулась. Так, и сейчас мы баллистику должны вообще открыть. Отлично. Ну что, дальше в кавалерию идти? Я бы, наверное, так и пошел. И в нефть прям... Подоугольная электростанция еще нужна. Вот что-то фабриками я не занимался вообще. Так. О! Плюс 20 к религиозной баталии. Вот это зашибись. Вот тут, кстати, должен... Араб... Завалить. Следующим ходом... Карточки будем ставить. Астрономию ускорили. Баллистику открыли. Тори Дебилен. Ни одного чуда у меня нету, кстати. Подходим поближе, чтобы апать все эти. Но когда карточку поставим... Ну да, тут быстро должно... То есть нету смысла тратить время на захват этого города. Он сам ко мне присоединится. Так, эти ребята у меня направлены на освобождение римлян от православного ига. Тори Дебилен. Обходим, чтобы... Не встречаться с грузинскими апостолами. Ахай они тут между собой. Видите, тут по идее должен завалить. Ну блин, 300 науки... Эээ... Вер и вход это, конечно... Круто. Так, что нам тут сделать? Военный лагерь, банк... Так, фабрики, наверное, надо строить. Так, только тут надо решить, где я фабрику строю. Тут у нас плюс 4. Тут плюс 6. Ну тут будет... Тут будет больше. Так, ну я бы купил уже тут фабрику тогда. Именно здесь купил. Она будет действовать и сюда. Так, у меня где-то 600 монет должно остаться, в принципе, не глядя на 3000. Тут уже фабрику нет смысла строить. Тут будет соседство вот от этой фабрики. Банк... Театралочку можно было бы... Ой. Отменить. Но везде плюс 1, да? Ладно, еще один тогда... Строитель. Тут надо вот обрабатывать, вырубать. Вот эту клетку бы еще... Купить. Здесь этот... Поставим... Колодец ступенчатый. Так, здесь покупаем эту клетку. Я не воюю с Кахокией случайно. Нет. Тут рабочий отправляется на помощь здесь всем. И в Чинае продолжаем строителей. Лечим миссионеров. Кстати, Корея еще не считается, что она под моей религией считается. Вот почему апостолы китайские со мной тут воюют. Да, тут убили, кстати, грузинского, я смотрю. Все, значит, ставим на ап юнитов. Кстати, логистика тоже была бы неплохо. Стоимость в улучшении, так, на 50% ставим. Логистику тоже хочу поставить. Давайте макиявилизм я все-таки... Или, блин, сколько у меня бегает? По-моему, там один только у меня вот в Канде. Да, мне только в Канде, наверное, все-таки уберем вот это. Ну, то есть, учетные банки. Логистику поставим. Что-то нового. Треугольная торговля, ну, прикольно, конечно, в деньги, но мне наука важнее и счастье. Хотя, с другой стороны, счастья ж дофига. У меня дофига счастья. Давайте, наверное, треугольную торговлю реально поставим. Кроме того, я же могу здесь... Что-то там на религиозное, вот, к боевой мощи нерелигиозным юнитам против войск иноверцев. То есть, если я сейчас собираюсь, мне бы олигархическое наследие и религиозные войны поставить. С другой стороны. Блин. Блин. Египет считается каким? Ислам? Ислам. Так что, я думаю, мне все-таки надо не логистику ставить. То есть, скидку в деньгах мы точно ставим? Производство надо оставить. Макеавелизм оставляем и... Ну и науку оставляем. Ну надо, я понимаю, что всего пять. Просто надо. И не треугольную торговлю... Так, треугольную торговлю вместо этих и... Подожди. Там... К боевой мощи нерелигиозным юнитам против войск... Вот это, мне кажется, лучше, чем... Вот эти плюс четыре, только ближнего боя, анти-кавалерийские и военно-морские. То есть, например, на те же пушки и на кавалерию не будет работать. А это плюс четыре и на все будет работать. Теперь. Раз пушка. Два пушка. Это у нас ГГшка там хотела. Хатуса. Ну, не могу я пока в Хатусу еще вкинуть. Так, тут бомбарда. Бомбарда. Это 150. Вось, я просто считаю, что мне, типа... Ну я и вижу, что тут не так много денег требуется. Мне точно это все хватает. То есть, я бы даже своими накоплениями у меня было бы эти деньги. А не только то, что там мне набросали. Так, все, отлично. Валим этого чувачка. Нереально на счастье у меня плюс восемь довольства. Мне вот эти все... Какие-то карточки на счастье вообще нафиг не нужны, походу. Видите, я попропускаю тут ходы, пускай они там между собой подерутся. В принципе, Корея-то обращена. Так, в Дели где-то тут ферма нужна будет. Здесь еще ступенчатые колодцы. Блин, я забыл, зачем я этого рабочего в прошлом ходом решил сделать. Так, где я хотел какие-нибудь районы ставить? Фабрику я не хочу, банк не хочу. Военный лагерь, театральная площадь. Прямо в заливе или Карнасе нигде до сих пор не построен. Ну, наверное, имеет смысл вот тут вырубить и ступенчатый колодец сделать. Здесь то же самое. О, блин. Предприятие. 20% роста и 3 жилья. Я думаю, что мы в Чинае должны это делать, потому что Чинае просто сидит без жилья. Без жилья. Из-за того, что нету... Из-за того, что нету пресной воды. Вот такая система. Первым идет вот этот, который на 75% снижает влияние других религий. Вторым идет вот этот, который с утроенной силой распространяет. То есть мы просто в самых больших городах уберем православие. Главное, чтобы не пришли апостолы Грузии наказывать нас за это. Я бы, наверное, все-таки еще рабочих сделал. Нам реально надо обрабатывать территорию. Приятная вещь, что вы не представляете для нас опасность. Если ты улетел, блин, хрен знает куда. Так, Австралию надо обвинить, осудить. Мапуча купила всю армию Кахоке. Есть ли вероятность, что он сейчас ее против меня будет использовать? Еще одно какое-то государство... Зулусы, мол, я вижу. Бразилия осудила зулусов. Еще одно государство зулуса. Так. Поехали. Я бы даже сказал, поскакали. Да. Продолжение следует... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Все, всем спасибо за поддержку! Ну, пенсионеры никуда не денутся, мы их вылечим. Потом еще, может быть, на Рим поиспользую. Так, вот этим мы убьем вот этого парня. Отлично. Но я очень не хочу, чтобы из моих городов уходила моя религия, поэтому я и пытаюсь избавиться от... От грузинских апостолов. Ох-охонюшки, ох-охонюшки. Так, ладно, этого просто дальше отправляем. Тут я, наверное, все-таки лесопилку сделаю. Или... Блин, ладно, понятно пока. Так, пока не видать. Отлично. Я не думаю, что Рим будет сопротивляться переходу в индуизм. Так, фес мой, да? Да. Сейчас мы получим 110 науки. Строитель в Чинае. Может, все-таки уже... Наверное, я тут вырублю. Блин, или кампус где-нибудь. Что по науке так отстаю. Плюс 3. Ну, в принципе, я могу здесь потом плюс 2 сделать. Либо плюс 4, вообще-то, из-за селитры. Да, я бы здесь, наверное, кампус сделал. Ладно, давайте сюда... Промышленную зону уже. В Хайдарабаде... Может, в Хайдарабаде пора... Кампус ставить? В Мумбаи... Все еще, наверное, строителя. В Калькутте после универа надо бы... Промышленную зону, наверное, вот сюда поставить. Дамба достроится. Где-то здесь еще дамба нужна. Ну, тут, видите, есть селитры. Я думаю, что где-то либо здесь промышленная зона и сюда дамбу, либо наоборот. Тут вот тоже будет затапливать. Но тут нету и не будет никаких районов у меня. Да, мы вообще ни за кем не пытаемся угнаться. Вообще ноль чудес. Может быть, у Египта что-нибудь захватим? Ну, нету смысла ни рационализм ставить, ни свободный рынок, а уж либерализм тем более. У меня столько счастья. Так, раз я все апнул, давайте еще проверим, что мы реально все апнули. Где тут у нас... Список юнитов. Бомбарды, керасы, полевые пушки. Ну, галеры можно, конечно, в каравеллы апнуть. А с другой стороны, нафига? Да, это дополнительное содержание. Ну, вообще можно. Нам еще нужен будет броненосец в любом случае. Потом, возможно, нам все-таки придется торговую республику открыть. Но в любом случае, вот эту продвинутую армию мы уже убираем. Блин, подождите. Вот сейчас вопрос, нужна ли нам логистика. Вообще, у меня какая-то часть юнитов еще на моей территории есть, да? Ладно, давайте логистику поставим. Олигархическое наследие не должно сейчас работать. Так, где логистика-то? Вот нам угольная электростанция. А, просто построить одну угольную электростанцию. Нам нужна угольная электростанция. Ну, короче, в Дели после этого строим угольную электростанцию явно. Так, я сначала давайте армию двигать. Вообще, 70 силы, это довольно много. Чего он тут одни трибушеты понаделал? И что, нету до сих пор? А, у нас эти ребята не имеют зону контроля, поэтому считается, что у нас... Блин, а то что, все холмы? Хренеть, конечно, неудобно будет сейчас бомбардами пользоваться. Сюда встану, чтобы он к моим пушкам не подлез. Что-то не хватило обратить. Ну, давайте еще к чунджу отправим. Миссионеров. Так, вот здесь надо как-то его обойти, чтобы он не трогал меня. Тут можно постоять, пускай поатакует. Фиг с ним. Еще раз смотрим. Не строится ступенчатый колодец. Так вот, надеюсь, вы мне уже в комментариях написали, почему. Иначе я просто теряюсь в догадках. Ну, тут строится. Может быть, там, конечно, вот отличие, что там поймы. Я вот... Ну, вот, подождите, тут тоже не было поймы. Видимо, на поймах оно не строится. Но в описании самого улучшения об этом не сказано ничего. Типа, товарищ догадайся сам. Ну, это ж не дело. Во-первых, я не товарищ, да? Во-вторых, ну, блин. Можно было и написать. Дальше надо подходить к каким-то крупным городам. Ну, явно где-то рядом с Римом они должны быть. Так. Не будет преобладающей, но 8. Следующим ходом мы Рим обратим. Лукдунум 10. Ну, давайте Лукдунум, потом Медиалан, наверное. Ух ты, и не ушло. Вау. Так, ну, я бы... Надо нанимать больше апостолов. Универ есть. Ну, на промышленную зону я не только не соображу... Ну, наверное, сюда все-таки. То можно будет акведук здесь поставить. Пока оно 0 пишет, но на самом деле здесь будет соседство. Практически доделываем ромашку нашу. Ничего, так получается. Так, в Бангалор надо будет купить сейчас. О, Корея решила Канди забрать. Блин. А я так ни одной реликвии не получил. Не, ну слушайте, 90 с ее силой, мне кажется, пока не берется. Тут два здоровья такое, знаете. Естественно, комп догадывается что-то по бомбарде стрелять. В первую очередь. Эх, чуть не добегает. Ладно, в два раза больше может распространять. Так, а у этого что? Тоже в два раза больше. Не в два раза, а на два раза больше. На два раза больше. Шпиона прокачаем. Хищение шедевра. Веревровка партизан. Наверное, хищение шедевра. Пока это, правда, никак работать не будет. Отремонтируем наших миссионеров. Вернем обратно, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Блин, что ж мне тут делать? Ну я вообще могу восстановить сейчас бомбарду, так? Дальше убиваем. Тут холм. Тут равнина. Нет, давайте просто выстрелим. Так, теперь. Блин, ну что ж так бомбардами тяжело подходить-то? Ну и блин, как же обида офигительно в плане защиты. То есть вот эти холмы, они просто не дают нормально подойти. Что ты будешь делать? Четыре хода угольная. Десять производства. Так. Нефть откроем. Ну, мне кажется, у меня не будет нефти. Либо ее будет мало. Так, что мне в Мумбаи строить? Казя, тут водяная мельница. Нормально будет. Ну-ка. Да, видите, тут плюс к еде получается. Продолжу. Строители. Нужно строители. Я понимаю, что без карточки. Но нужно. Странно. Вот из Лукдунума, где их десять, не убралась религия. А из Медиалана, где тринадцать было, убралась. Но это, видимо, там просто последователей больше было. Ее, сто восемьдесят науки, кайф. Не, Фес тут мне очень помогает пока. Иначе была бы грусть. Я бы с вами тут грустил. Сейчас проверю. Я иду сюда, чтобы проверить, что на этой пойме нельзя будет ступенчатый колодец поставить. Ну, потому что еще... Ну, короче, это благодаря... Водяной мельнице по дополнительной еде на этих пшеницах и рисе. Смотришь, у меня тут четвертый радиус нигде внезапно не обрабатывается. Ну что, сто семьдесят две науки в семь городов всего лишь. Это, по-моему, неплохо. Но, правда, уже Корея-333 и Вавилон-300, они совершенно случайно не вышли. Вау! Ребята, вы посмотрите просто, что происходит. Но, я думаю, что ему очень... Он вот сюда мог выйти... Ну, просто это рядом. А вот дальше ему... Но, тем не менее. Тем не менее. Пятьдесят девять технологий. То есть я на двадцать... Ну, уже на двадцать стою. Корея на одиннадцать. Короче, Вавилон... В данном случае у нас Вавилон, конечно, улетает. А я вообще тут какие-то... В новом времени... А, я даже не в новом времени. Я даже в новое время еще не вышел. Просто вау. Слушай, а что я тут хотел строить? Кампус, да? Кампус, походу. Да, слушайте, мощненько. Хорошо, что я Вавилон поставил. Бегал в Дели. Может, в Дели и оставить? Явно на производство больше надо, чем на деньги. И все равно не хватает жили. Ну, ладно, пускай он на три растет. Банк, святилищ. А, да. Часовню великого магистра пора. У меня, кстати, получается, эта партия вообще в высокую империю. И что, и Вавилону никто там видит, так сказать, надо задружиться с Китаем. А вот всем остальным пообъявлять осуждение. Два хода, и мы в нормальном веке опять. Сейчас, и куда он еще поселенца пытается привезти. Да, блин, почему нету вот сейчас осады? Кто-нибудь может пояснить мне? Должна же осада у полевой пушки, или у полевой пушки тоже нету зоны контроля? У полевой пушки тоже нету зоны контроля, да. Я вспомнил. Мне так больно. А по следующим ходам мой. Приятненько. По следующим ходу. Дело в том, что вот остальные техи Вавилону Он так ускоряется за счет того Ну, за счет Ускорения тех, они у него сразу открываются Так? Но дальше-то ему Открывать их надо А у него минус 50% Поэтому я и думаю, что мы его догоним В итоге Я хочу максимально прокачаться Потом уже техи тырить В Корее Так, чуть-чуть не хватило Ну, приятненько Просто мы крупные города Я не для того, чтобы они тут остались В индуизме, а просто это крупные города Которые много науки мне дали От Феса Ну, тут где-нибудь будет так вот стоять Засвечивать Да, видите Ступенчатый колодец не строится Так, ну, кажется Наплыв Грузинских Апостолов мы отбили 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 я наверное здесь ферму а ступенчатый колодец или не или сделать здесь производство мало и он ступенчатый колодец этом сделаю или с другой стороны пожить и тут хотя бы наверное тут ферму ладно тут давайте ступенчатый колодец как уже пора заканчивать строители делать и пора проекты читать на науку этот убрал и поставил ступенчатый колодец еще один но не успеем мы в золотой век это сто процентов 17 15 10 так давайте дружбу с китаем и какой нибудь религия ваш сын не козлянина города не это это не интересно давайте экономически давайте все я к нему караваны вроде как не добегают 4 вход принимаю так корею осудить кого тут австралию тоже надо осудить и инка так чё с бразилии поторговать ищем нету с венгрии нету с китаем тоже ну вообще а защита смысл у меня опять же дофига довольства смысл мне торговать вопрос с вавилоном там повоевать никто не хочет египет и бразилия где вообще вавилон кстати мы даже не знаем где он и не встретили мы еще только зулусов кистрине вообще никого не должно быть сейчас мне наверно в лабы надо идти не в раке сын еще еще корея блин я переработку не отменил фак потери еще науки ладно я наверно уже так открою или нет мне нефть ты не особо прям требуется пошли в научную теорию два банка надо построить три линейных пехотинца они сутки есть осада отлично блин слушайте мне тут чуть-чуть не хватает 7 очков селитру я использовал железо я использовал лошадей не использовал перекупить какую-нибудь гэгэшку но это это в войне быть или стать первым сюзереном нет нет вряд ли хотя как канди но может и заберет блин может и заберет вот 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 две пушки маловато конечно имиду бомбарды давайте погибнет в теологической баталии блин этот апостол здесь ну грузия конечно наклепала апостолов так я думаю что надо так а торговец этот эти издели будем уже отправлять поплылись на городам мапучи будем смотреть что там в них ну сетью кстати можно попробовать обратить миссионерам и и и и и и пошли тут обрабатывать все в апу так о чем мы в апу построим монумент конечно же и амбар конечно же я могу объявить войну за протекторат сон док за то что она candy что ли ну напоминаю что если объявляю войну я не имею права ее заканчивать ни в каком виде пока ну то есть только если убью пусть и мендос ко мне отваливается зашибись и обидос вау но у нас сейчас закончится золотой век и вряд ли обе мендос наверно все-таки ко мне отвалится посмотрим а вот обидос вряд ли так пара банки строить медва банка надо мы я уже потерял сколько это должно быть денег мне кажется что-то в районе тысячи полторы именно моих а не то что накидали но вообще грустненько так надо дружбу ваш народ очень гордится своими корнями я вижу с кого эти люди берут пример кого с кого с грунта с какими корнями так почему а тут убили убили грузинского парня но мне придется пожертвовать этой пушкой про атаковать обидос к сожалению но начинается новое время это значит что и серия заканчивается очень быстро пролетела между прочим очень быстро так давайте нефть еще глянем колониализм переработка нету нефти судя потому что у грузии у кореи у кореи у кореи да с ресурсами швах у нас тут так я хочу посмотреть в нормальный век что вряд ли будет обида сейчас отваливаться но амендос все-таки камня присоединится ну здорово здорово но продолжение уже в следующей серии в новом времени где у нас там вавилон кто сообщил в ракетостроение еще может быть лаутару и тамара могут быть опять же повторю ну нанотехнологии исследованы кстати вавилоном но тем не менее мы все еще можем его догнать все еще можем его гнать на это все играйте в умные игры всем пока и алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео